Ваша честь, в предъявленном мне обвинении в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, части 2, статьи 171 и части 1, статьи 217 УК РФ, виновным себя не признаю полностью. В качестве пояснения и возражения по предъявленному мне обвинению могу пояснить следующее. Я, Голубев Владимир Алексеевич, родился в городе Берцке Новосибирской области 14 апреля 1966 года. В 1983 году окончил среднюю школу номер 1 города Берцка. В этом же году поступил в Томское высшее военное командное училище связи. В 1988 он успешно закончил его по специальности инженер по эксплуатации средств связи. В 1988 по 1990 год проходил услугу в рядах вооруженных сил СССР офицером, командиром взвода, после чего был уволен из армии. После увольнения из армии стал работать на предприятиях в городе Берцке, в которых одним из учредителей был мой брат Голубев Виктор Алексеевич. Это АОЗТ Кристалл, АОЗТ Единтайк-3, УТД и другие предприятия. Работал я на инженерных должностях. В июле 2003 года мой брат Голубев Виктор Алексеевич и кто-то еще из акционеров, я уже сейчас не помню, ЗАО Кристалл, предложили мне возглавить ЗАО Ахтан. В то время участниками ЗАО Ахтан были в равных долях ЗАО Кристалл и ОАО БЭМС. ЗАО Кристалл акционерами были мой брат и другие физические лица. Раньше это был кооператив, на базе которого было создано сначала АОЗТ, а затем уже ЗАО Кристалл. В ОАО БЭМС основным акционером, по-моему, был Остин Виктор Константинович. Насколько мне известно, ЗАО Ахтан было учреждено 28 июля 1994 года. Генеральным директором ЗАО Кристалл из 2000 года является Аршев Павел Евгеньевич. Я согласился и 8 июля 2003 года общим собранием акционеров ЗАО Ахтан был назначен единоличным исполнительным органом, директором ЗАО Ахтан. При назначении меня на должность директора ЗАО Ахтан акционерами было сразу же определено, что я буду обладать всеми правами единоличного исполнительного органа этого общества и нести всю полноту ответственности за его деятельность. В моей компетенции уставам общества были отнесены все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Также я без доверенности действовал от имени общества, в том числе, представляя его интересы, совершал сделки от имени общества, утверждал штаты, издавал приказы и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Кроме того, на мне лежала организация выполнения решений общего собрания акционеров ЗАО Ахтан. ЗАО Ахтан занималась оптовой и розничной торговой вверхе смазочными материалами. Когда я стал работать директором ЗАО Ахтан, у общества уже имелась лицензия на данный вид деятельности. В июле 2008 года ЗАО Кристал выкупило акции от ОАО БЭМС, став таким образом единоличным акционером ЗАО Ахтан, о чем 17 июня 2008 года были внесены соответствующие изменения в ЕГО РОЭЛ. Будучи директором ЗАО Ахтан, я практически ежедневно бывал на работе. Даже в выходные приходилось принимать различные решения, связанные с деятельностью общества. С момента назначения меня директором ЗАО Ахтан, я ни разу не был в отпуске, никуда не уезжал, за исключением тех дней, когда был в командировках. В 2010 году ЗАО Ахтан у различных юридических лиц арендовало 15 автозаправочных станций в городе Бердске, в Искитимском и Ордынском районах Новосибирской области, а также склад ГСМ и подъездные железнодорожные пути в городе Бердске. Кроме того, с 2008 года в собственности ЗАО Ахтан имеется одна автозаправочная станция по адресу город Бердск, улица Зеленая Роща, БЭМС. Арендуемый ЗАО Ахтан, склад ГСМ, а также подъездные железнодорожные пути располагаются по адресу город Бердск, улица Промышленная 1А. В 2009 году оборот денежных средств ЗАО Ахтан от осуществления указанной деятельности составил 225 млн. рублей. В 2010 году 300 млн. рублей. В 2011 году 350 млн. рублей. Увеличение оборота денежных средств было связано с одной стороны увеличением объема реализации ГСМ, с другой стороны постепенным увеличением стоимости ГСМ. Горючие смазочные материалы ЗАО Ахтан закупала оптом у различных поставщиков. Сначала были вагонные поставки горючих смазочных материалов, а с января 2011 года вагонные поставки прекратились, и общество было вынуждено закупать ГСМ у поставщиков с использованием автомобильного транспорта, то есть бензовоза. Приобретенные ГСМ ЗАО Ахтан перепродавало либо более мелким оптом, либо розницу через автозаправочные станции. Первоначально офис ЗАО Ахтан располагался по адресу город Бердск, улица Комсомольская, 4А. С 2011 года офис ЗАО Ахтан стал располагаться по адресу город Бердск, улица Комсомольская, 6Б, на праве аренды у ЗАО «Кристалл». Численность работающих в ЗАО Ахтан до 2012 года менялась от 45 до 60 человек. В штате общества были операторы АЗС, слесари нефтебазы, управляющие персоналы, бухгалтерия и другие. В связи с истечением в 2007 году срока действия первоначальной лицензии ЗАО Ахтан сдало ее и получило в декабре 2007 года новую лицензию ЭВ-60-00470-ЖХ от 17 декабря 2007 года, которая была выдана ЗАО Ахтан Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности эксплуатации взрывоопасных производственных объектов с местом осуществления лицензированного вида деятельности Новосибирская область, город Бердск, улица Промышленная, 1А. Срок действия лицензии до 17 декабря 2012 года. В приложении к этой лицензии указано, что эксплуатация взрывоопасных производственных объектов Это опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовать взрывоопасные смеси с кислородом, воздуха или друг с другом. Горючие газы, легковосполняющиеся и горючие жидкости. Горючие газы, пылеобразующие вещества, твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом. Получением лицензии занимался я и мой заместитель Шевляков Роман Юрьевич. Необходимо отметить, что данная лицензия была выдана за ОКТАН в период действия Федерального закона от 8 августа 2001 года, номер 128, о лицензировании отдельных видов деятельности с изменениями на 1 декабря 2007 года, пунктом 28 пункта 1 статьи 17, которого устанавливалось, что лицензированию подлежал вид деятельности эксплуатации взрывоопасных производственных объектов. При этом, в соответствии с пунктом 29 пункта 1 статьи 17 данного Федерального закона, лицензирование отдельно подлежал вид деятельности эксплуатации пожароопасных производственных объектов. Забегая вперед, хочу сказать, что действие данной лицензии для ЗАО ОКТАН сохранялось до 17 декабря 2019 года, несмотря на изменения в последующем названии лицензируемых видов деятельности. Так, федеральным законом от 8 ноября 2007 года, номер 258, с 13 февраля 2008 года, пункт 28 пункта 1 статьи 17 Федерального закона, от 08.11 года, номер 128, о лицензировании отдельных видов деятельности, установил лицензирование эксплуатации взрывоопасных производственных объектов. В соответствии с этим, федеральным законом под пункт 29 пункта 1 статьи 17 Федерального закона, от 8 августа 2011 года, номер 128, о лицензировании отдельных видов деятельности, устанавливающий лицензирование эксплуатации пожароопасных производственных объектов, с 13 февраля 2008 года, утратил силу. Пункт 4 постановления правительства Российской Федерации от 12 июля 2008 года, извиняюсь, августа 2008 года, номер 599, по утверждению положения лицензирования эксплуатации взрывоопасных, взрыво-пожароопасных производственных объектов, было предусмотрено, что лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов и эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, выданные до вступления в силу данного постановления, действительное до окончания указанного в них срока. Федеральный закон от 8 августа 2001 года, номер 128, о лицензировании отдельных видов деятельности, действовал до 2 ноября 2011 года и утратил с 3 ноября 2011 года, на основании федерального закона от 4 мая 2011 года, номер 99, о лицензировании отдельных видов деятельности. Федеральный закон от 4 мая 2011 года, номер 99, о лицензировании отдельных видов деятельности, начал действовать с 3 ноября 2011 года. При этом пункт 12, часть 1, статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года, номер 99, о лицензировании отдельных видов деятельности, в редакции, действующей до 1 июля 2013 года, также предусматривала лицензирование видов деятельности, эксплуатация взрыва пожароопасных производственных объектов. Пунктом 4, статьи 22 Федерального закона от 4 мая 2011 года, номер 99, о лицензировании отдельных видов деятельности, установлено, что предоставленные до дня вступления в силу Федерального закона, номер 99, лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, а также лицензии, не содержащие перечень работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, по истечении срока их действия подлежат переоформлению в порядке, установленном статьей 18 данного Федерального закона, при условии соблюдения лицензионных требований, предъявляемых таким видом деятельности. Переоформленные лицензии действуют бессрочно. Федеральным законом от 4 мая 2013 года, номер 22, пункт 12, часть 1, статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года, номер 99, о лицензировании отдельных видов деятельности, был изложен в новой редакции. И с 1 июля 2013 года лицензированию подлежит вид деятельности эксплуатации взрыва пожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности. Таким образом, по лицензии ЕВ-60-00470 от 17 декабря 2007 года, ЗАО «Танк» в период ее действия вправе было осуществлять такой вид деятельности, как эксплуатация взрыва пожароопасных производственных объектов, при этом не требовалось ее переоформление. Данная лицензия в период ее действия предоставляла ЗАО «Танк» право эксплуатировать взрывоопасные производственные объекты, то есть опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха и друг с другом. То есть горючие газы, легковосмогняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества, твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрыва. Соответственно, в рамках данной лицензии ЗАО «Танк», осуществляя вид деятельности и эксплуатации взрыва пожароопасных производственных объектов, вправе было перерабатывать нефть. Прошу обратить внимание на то, что в вышелказанной лицензии была выдана не на эксплуатацию каких-то конкретных производственных объектов, а на вид деятельности, подлежащей лицензированию. К сожалению, следствие этот важный момент не учитывает, допускает подмену понятий в сфере лицензирования. Так, в обвинении, в частности, в числе преступных действий, связанных с эксплуатацией НПЗ, мне и другим обвиняемым меняется в вину то, что мы, цитирую, не получили в установленном порядке лицензии на эксплуатацию этого объекта и стали его незаконно эксплуатировать. Между тем, согласно вышеуказанному лицензионному законодательству, лицензии на эксплуатацию каких-то конкретных объектов никогда не выдавались. Лицензии в соответствии с лицензионным законодательством всегда выдавались на виды деятельности, о которых я указал выше. Указанная лицензия была выдана на основании заявления ЗАО «Октан» от 28 октября 2007 года в адрес руководителя Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Сибирскому федеральному округу. В заявлении, которое я подписал как руководитель ЗАО «Октан», было указано, что испрашиваемый лицензионный вид деятельности ЗАО «Октан» будет осуществлять на опасных производственных объектах. Первый – это склад ГСН, адрес город Берск, улица Промышленная, 1А. И второй – участок транспортирования опасных веществ, адрес город Берск, улица Промышленная, 1А. При этом в заявлении на выдачу лицензии также было указано, что эксплуатация названных объектов по вышеуказанному адресу в городе Берске будет включать в себя не только хранение и транспортирование, но и получение, использование, переработку, образование, уничтожение веществ, способных образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом. То есть горючие газы, легкоисполняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества, твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом. В рамках процесса лицензирования лицензирующим органам была проведена проверка, в результате которой было установлено, что ЗАО «Октан» может осуществлять заявленный вид деятельности. После этого была выдана вышеуказанная лицензия. Данное обстоятельство подтверждается документами, хранящимися в лицензионном деле ЗАО «Октан», которое было приобщено к настоящему уголовному делу, в том числе и мое заявление. Это том 17 листы дела 4472. Забегая вперед, хочу отметить, что фигурирующий в обвинительном заключении нефтеперерабатывающий завод был возведен на территории склада ГСМ «ЗАО «Октан» и представлял собой единый объект с этим складом. Это подтверждается тем, что, во-первых, нефтеперерабатывающий завод и склад ГСМ находятся по одному адресу, город Берц, улица Промышленная 1А, на одном земельном участке, кадастровый номер 54-32-010-659-72, площадью 11 840 квадратных метров, разрешенное использование для строительства нефтехранилища. Соответственно, в обвинительном заключении неправильно указано, что для незаконной предпринимательской деятельности по тексту обвинения использовались земельные участки, кадастровый номер 54-32-010-659-11-36, площадью 5277 квадратных метров, разрешенное использование для строительства складов хранения железнодорожных грузов. Поскольку данный участок вообще ничем не застроен, до настоящего времени на нем нет никаких временных и постоянных объектов. Кадастровый номер 54-32-010-659-1, площадью 2130 квадратных метров, разрешенное использование для эксплуатации подъездного пути длиной 667 метров, поскольку данный земельный участок занят исключительно железнодорожным подъездным путем. Во-вторых, оборудование склада ГСМ и нефтеперерабатывающего завода составляет единое технологическое оборудование, так как одно без другого не может участвовать в получении, использовании, переработке, образовании, хранении, транспортировании, уничтожении веществ, способных образовывать взрывоопасные смеси и кислородом воздуха или друг с другом, то есть в осуществлении лицензируемого вида деятельности. Это подтверждается в частности тем, что все складские емкости ГСМ соединены трубопроводами как между собой, так и с нефтеперерабатывающим заводом. В-третьих, то, что это единый объект, подтверждается и заключением комиссионной технологической экспертизы от 4 февраля 2014 года в составе экспертов Дерябиной, Сукановой и Миллер, из которого следует, что складские емкости для хранения нефти и ГСМ составляют единое технологическое оборудование с самой установкой по переработке нефти. Соответственно, даже если следовать логике обвинительного заключения, необходимо признать, что эксплуатация ЗАО «Октан» объекта, именуемого в обвинительном заключении нефтеперерабатывающий завод, до 17 декабря 2012 года в любом случае осуществлялась в рамках лицензии номер ЭВ-6300470 от 17 декабря 2007 года, которое было выдано ЗАО «Октан» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Поэтому фигурирующий в обвинительном заключении период с 29 марта 2011 года до 17 декабря 2012 года не может идти речь о совершении мной и другими лицами преступлений предусмотрения пунктом Б, части 2, статьи 171 УК РФ. Надуманность приграбленного мне обвинения и другим лицам подтверждается и тем, что, согласно обвинительному заключению, у меня и моего брата Голубева Виктора Алексеевича, в период с конца 2010 года по 4 января 2011 года возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии по эксплуатации взрыва пожароопасного производственного объекта 2-го класса опасности опасных производственных объектов для переработки сырой нефти. Между тем, как я отмечал выше, лицензирование такого вида деятельности, как эксплуатация взрыва пожароопасных и химически опасных производственных объектов 1-го, 2-го и 3-го класса опасности, было установлено лишь федеральным законом от 4 марта 2013 года, номер 22, который вступил в действие с 1 июля 2013 года. До этого времени ни о каких классах опасности взрыва пожароопасных производственных объектов в федеральном законодательстве, в том числе в федеральном законе от 4 мая 2011 года, номер 99, улица Дерния и отдельных видов деятельности, не упоминалось. Поэтому у меня и моего брата Голубева Виктора Алексеевича в период конца 2010 года по 4 января 2011 года никак не мог возникнуть преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии по эксплуатации взрыва пожароопасного производственного объекта 2-го класса опасности, опасных производственных объектов для переработки сырой нефти. Именно это нам меняется в вину. То есть предельное мне и другим обвиняемое обвинение по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации противоречит не только федеральному законодательству о лицензировании, но и простой логике. Поскольку ведь деятельность эксплуатации взрыва пожароопасных и химически опасных производственных объектов 1-го, 2-го и 3-го классов опасности стала лицензироваться лишь с 1 июля 2013 года, как вообще можно обвинять меня, Голубева Виктора Алексеевича и Лукьяенко Виктора Михайловича в эксплуатации без лицензии взрывоопасного производственного объекта 2-го класса опасности, опасных производственных объектов в период с 20 декабря 2011 года по 30 июня 2013 года. Соответственно, по одной этой причине в моих действиях, которые следствие квалифицирует как незаконное предпринимательство в период с 20 декабря 2011 года по 30 июня 2013 года состав преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ, отсутствует. Поскольку период преступных действий по определенному необвинению определен следствием с 20 декабря 2011 года по 17 июля 2013 года в эксплуатации без лицензии взрыва пожароопасного производственного объекта 2-го класса опасности опасных производственных объектов, меня можно было обвинить лишь за период с 1 июля 2013 года по 17 июля 2013 года. Но поскольку получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности мне и другим лицам меняется в вину лишь исключительно по 30 июня 2013 года и поскольку следствием не установлено получение дохода в период с 1 июля 2013 года по 17 июля 2013 года мои действия по эксплуатации без лицензии взрыва пожароопасного производственного объекта 2-го класса опасности опасных производственных объектов в период с 1 июля 2013 года по 17 июля 2013 года также не образует состав преступления предусмотренных статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. По поводу обстоятельств возведения и эксплуатации установки по переработке нефти могу пояснить следующее. Где-то в конце 2010 года будучи директором ЗАО «Актан» я составил разговор со своим братом Голубевым Виктором Алексеевичем в ходе которого обратил его внимание на то, что у ЗАО «Актан» имеется лицензия EV60-00470GH от 17 декабря 2007 года в соответствии с которой ЗАО «Актан» имела право эксплуатировать взрывоопасные производственные объекты то есть опасные производственные объекты на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом. Горючие газы, влевоосполняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества, твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрыва. Поскольку я отвечал не только за деятельность ЗАО «Актан», но и за его развитие, с целью дальнейшего развития ЗАО «Актан», я высказал брату мысль о том, что на земельном участке с катастрофным номером 5432-010-659-72, который принадлежит на праве собственности ЗАО «Кристалл», можно было бы реконструировать здание склада хранения нефтепродуктов, а также возвести установку для переработки нефти. С тем, чтобы осуществлять деятельность по эксплуатации данных объектов в рамках лицензии ЕВ-60-00470 от 17 декабря 2007 года. Возможность этого я предварительно изучил, в том числе советовался со специалистами в области нефтехимии и лицензирования данного вида деятельности. Я убедил брата в том, что реализация предложенного мной будет законна, поскольку у ЗАО «Октан» имеется необходимая лицензия. К брату с этим вопросом я обратился, потому что единственным акционером ЗАО «Октан» является ЗАО «Кристалл», акционером которого, в свою очередь, является брат. Земельный участок с катастрофным номером 5432-010-659-72, как я отметил выше, принадлежит на праве собственности ЗАО «Кристалл». Также ЗАО «Кристалл» принадлежит на право собственности емкости для хранения ГСМ, находясь на дальнем земельном участке в составе склада ГСМ. ЗАО «Октан», следователь, соответственно, арендует у ЗАО «Кристалл» данный земельный участок и оборудование склада ГСМ. Для реализации, предложенной мной, требовалось реконструировать здание склада, изготовить и смонтировать оборудование для переработки нефти. Естественно, что построить на земельном участке ЗАО «Кристалл» здание самостоятельное или через подрядчика могло только само это общество как собственник земельного участка. Поэтому я предложил брату, чтобы ЗАО «Кристалл» реконструировало на данном земельном участке здание склада хранения нефтепродуктов, а также возвело установку для переработки нефти, которые бы на праве собственности принадлежали ЗАО «Кристалл». Я хотел бы уточнить, что это именно два различных объекта реконструирования. В свою очередь, ЗАО «Кристалл» в рамках своей деятельности также арендовало бы у ЗАО «Кристалл» данный склад и установку по переработке нефти и в соответствии с имеющейся лицензией осуществляло бы их эксплуатацию. Соответственно, в этом случае, если предложен мой проект, будет экономически невыгоден, здание, построенное из склада, можно будет перепрофилировать, а установку по переработке нефти реализовать третьим лицам. Мой брат Голубев Виктор Алексеевич является учредителем, акционером не менее 30 юридических лиц, которые осуществляют деятельность в самых разных сферах, начиная с строительства здания, оканчивая бытовыми услугами. Поэтому я знал, что он может на своих предприятиях организовать реконструкцию здания склада, а также изготовление установки по переработке нефти в соответствии с технической документацией. Тем более, что само по себе возведение складского здания и изготовление установки по переработке нефти, образно говоря, железа, не требовало лицензирования. Подумав какое-то время, сделав какие-то свои расчеты, брат согласился с моим предложением. При этом мы с ним договорились, что вся полнота ответственности за предложенный мной проект и его реализацию будет лежать на мне, как на директоре ЗАО «Тан». Хочу сразу же сказать, что брат в текущие дела ЗАО «Тан» не вмешивался, доверял мне. Кроме того, он занят в основном строительной деятельностью. Так как много строит в Дверске и в Искитимском районе. Ему просто некогда было заниматься вопросами деятельности ЗАО «Тан». Не вникал он и в вопросы реконструкции здания склада, а также в вопросы изготовления установки. Поскольку этими вопросами занимался я, он доверял мне. Но тем не менее, поскольку ЗАО «Кристалл» является единственным участником ЗАО «Тан», вполне естественно, что я периодически направлял брату как акционеру ЗАО «Кристалл» и через него другим акционерам ЗАО «Кристалл» общие отчеты о деятельности ЗАО «Ктан», как правило, в электронном виде. Иногда мне не хватало оборотных средств в ЗАО «Ктан» для выплаты заработной платы работникам ЗАО «Ктан», либо на иные цели. Я обращался к моему брату Голубеву Виктору Алексеевичу за финансовой помощью на условиях займа. Естественно, при этом я показывал ему соответствующие оправдательные документы, в том числе ведомости на выплату зарплаты, реестра и так далее, на которых он мог оставить соответствующую резолюцию для своей финансовой службы. Юридически заказчиком реконструкции склада и изготовления установки выступил ЗАО «Кристалл» в лице директора Арышева Павлова Евгеньевича. Однако, поскольку здание склада и установка переработки нефти, хотя и должно было остаться в собственности ЗАО «Кристалл», фактически они предназначались для деятельности ЗАО «Ктан». В связи с этим, организация возведения здания склада в рамках договоренности с братом оказалась на мне, как на директоре ЗАО «Ктан». Так я с помощью специалистов составил техническое задание на возведение здания склада. Изготовление проекта здания склада было выполнено в проектном бюро ООО фирмы «Янтарь-3 ЛТД». Подрядчиком возведения здания склада по договору строительного подряда выступил И.П. Голубев. Фактически, И.П. Голубев – это одно из многочисленных предприятий моего брата. Финансирование стройки и изготовление установки осуществлял собственник земельного участка и будущий собственник здания склада и установки «ЗАО «Кристалл» как застройщик. Также «ЗАО «Кристалл» как застройщикам в администрации города Бердске Новосибирской области было получено разрешение на строительство здания склада хранения нефтепродуктов в ТАВЕ. Номер 102-540-473-1109-53-11 от 14 августа 2011 года на земельном участке с кадастровым номером 54-32-010-659-72 площадью 11840 квадратных метров то есть, где находится склад ГСМ. Отношения «ЗАО «Октан» с «ЗАО «Кристалл»» и другими лицами по поводу строительства здания и установки строились на основе договоров. После составления проектной документации и получения необходимых разрешений в августе 2011 года началось строительство здания склада. Заберегая вперед, хочу сказать, что до 18 января 2013 года в администрации города Бердска «ЗАО «Кристалл»» также было получено разрешение номер РУ-543-010-00-3 на ввод здания склада хранения нефтепродуктов в ТАРЕ в эксплуатацию. Из данного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию видно, что строительный объем построенного здания составляет 3507 кубических метров. Общая площадь помещений 508,8 квадратных метров. Количество надземных этажей – 3. Материалы фундаментов монолитные, железобетонные. Стены выполнены из кирпича. Материалы перекрытия из железобетонной плиты. Материалы кровли, профнастил. Данные показатели вновь построенного здания полностью соответствуют показателям здания, в котором размещается установка по переработке нефти. Так, для того, чтобы спроектировать и изготовить установку по переработке нефти, я 4 июля 2011 года принял на работу в ЗАО «Октанг» по трудовому договору на должность начальника производства установки нефтепереработки Лукьяненко Виктора Михайловича, который являлся специалистом в этой области. Принимая его на работу, я объяснил ему цели и задачи его деятельности. При этом, он никакой незаконной предпринимательской деятельности речи даже и не было. Я объяснил Лукьяненко, что у ЗАО «Октанг» имеется лицензия и вся деятельность будет вестись в рамках данной лицензии. Лукьяненко Виктор Михайлович, выполняя роль специалиста в процессе проектирования и монтажа установки по переработке нефти, вопросов лицензирования деятельности ЗАО «Октанг» не касался и к этому отношения не имел. В процессе проектирования названной установки выяснилось, что по каким-то нормам разместить ее на улице рядом со зданием склада хранения нефтепродуктов в Таре не представлялось возможным, как это я планировал изначально. Поэтому я решил разместить ее в здании строящегося склада, поскольку тогда не нарушали статистические нормы и требования. С учетом этого пришлось переделывать проект складского здания, увеличивая его этажность с двух до трех этажей. Проект установки по переработке нефти с учетом рекомендации Лукьяненко по моему заказу был изготовлен в частном порядке где-то осенью 2011 года. Установка по составленному проекту была изготовлена через ИП Голубев, так как имеющиеся у него производственные мощности позволяли это сделать. Кстати, после изготовления данной установки в сентябре-октябре 2012 года она прошла сертификацию и получила сертификацию соответствия российским требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования нефтехимического и химического производства для серийного производства. ТОМ-20 лист дела 145-178 технические условия на аппараты стальные и ТОМ-20 лист дела 179-180 сам сертификат соответственно аппараты. Хочу также отметить, что умысла и цели на незаконную предпринимательскую деятельность у меня не было. Как я отметил выше, у ЗАО «Октан» была лицензия EV60-00470 от 17 декабря 2007 года, выданная на 5 лет. Об этой лицензии я подробно заложил выше и повторяться не буду. Я считал и считаю, что при переработке в ЗАО «Октан» нефти я действовал в рамках данной лицензии и поэтому в моих действиях незаконной предпринимательской деятельности не может быть. В то же время, хотя установка была изготовлена в ЗАО «Октан», очень долго велись работы по ее настройке, то есть выполнялись пусконаладочные работы. До их завершения установку нельзя было зарегистрировать в реестре опасных производственных объектов Ростехнадзора в соответствии с законами о промышленной безопасности опасных производственных объектов и другими. Пусконаладочные работы были завершены весной 2013 года. Почему я, как директор ЗАО «Октан» не стал переоформлять по иссечению срока действия лицензии? Могу пояснить следующее. Я советовался в тот период времени со специалистами в области лицензирования с юристами и узнал, что данная лицензия с 1-3 ноября 2011 года носит бессрочный характер в связи со вступлением в действие с этой датой изменений в федеральный закон от 4 мая 2011 года номер 99 о лицензировании отдельных видов деятельности. Кстати, на это обстоятельство указано в решениях арбитражного суда Новосибирской области по делам, в которых участвовали ЗАО «Октант» и Сибирское управление Ростехнадзора. Так, например, в решении арбитражного суда Новосибирской области от 17 октября 2013 года по делу номер А45-154-23 дробь 2013 том 5 лист дела 231-234 указано следующее положение о сроке действия лицензии установленной законом 99 ФЗ вступили в силу с 3 ноября 2011 года на основании части 1 статьи 24 закона 99 ФЗ В связи с этим все лицензии предоставленные лицензиатом до 3 ноября 2011 года действуют бессрочно начиная с 3 ноября 2011 года Начиная с 3 ноября 2011 года переоформление любой лицензии вне зависимости от даты получения требуется только в случаях указанных в статье 18 и части 4 статьи 22 закона номер 99 ФЗ адаптирус не забывай авиа 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 та Продолжение следует...